Морфы и цвета Итак, начнем С цветами все обстоит так Если у нас есть цветная гамма, мы просто называем ее такого цвета, который видим Оранжевая, оранж, красная, ред, ну или там желтая, елл или цитрус То есть название цвета это субъективная оценка цвета агаммы именно заводчиком А с морфами все намного проще Так как морфы это конкретные мутации, которые могут быть в нашем случае с агаммами кодоминантные или рецессивные Их названия связаны с определенными признаками, которые несет в себе та или иная морфа Ну начнем мы с самой первой, это нормал Как его иногда называют классик или стандарт Это стандарт бородатых агамм, классическая природная форма Далее у нас идут агаммы морфы лизербэк Это итальянский лизербэк или американский лизербэк, которого называют американ смуфи Это морфы, которые имеют в себе мутацию, ограничивающую рост чешуек У лизербэков очень мелкие и гладкие чешуйки И благодаря этому окрасный рисунок выглядит очень контрастным Силкбэк или силк Это лысые агаммы, морфа, получившиеся в потомстве от пары лизербэков Силкбэк это суперморфа гомозигота гена лизербэк То есть в потомстве от силкбэка и обычной агаммы нормала будет получено 100% лизербэков Далее идет морфа гипо Это мутация гипомеланизма Все ее давно знают Это одна из базовых мутаций, которые существуют у многих рептилий и не только рептилий В ее случае наличие черного пигмента стремится к нулю У таких агам прозрачные коготки и яркий светлый окрас Далее у нас морфа даннер Это агаммы, у которых чешуйки не плоские, а конусовидные, растущие вверх Из-за такого строения чешуек на окрасе агам появляются узоры в виде пятнышек Так что морфу даннер можно считать морфой узора Следующий у нас идет немецкий гигант Это линейная морфа, выведенная путем скрещивания крупных особей Появилась она в Германии и имеет соответствующее название Немецкие гиганты это очень крупные агаммы Следующая у нас морфолиуцистик Она многим известна и понятна, так как является мутацией частичного или неполного альбинизма Агаммы получаются с белым окрасом Допускается присутствие немного желтого цвета Но очень важно, чтобы когти у таких агамм были прозрачные А глаза остаются голубыми или темными Далее у нас идет японский сильвербек Это мутация, при которой у агамм пропадает узор Соответственно, это паттерн лист только у бородатых агамм Само название сильвербек переводится как серебряная спина Именно такими выглядели первые сильвербеки, полученные от нормалов Серыми с однородной серой серебристой спиной Дальше у нас идет виблиц или зеро Это белые агаммы, без рисунка Но у них, в отличие от лиуцистов, могут быть черные когти То есть, не путаем Это очень важный признак Стоит заострить на нем внимание Морфа под номером 11 Это парадокс Морфа очень интересная Интересна она тем, что при парадоксе Ногами частично пропадает окрас и рисунок И непонятно где, и непонятно как Соответственно, двух одинаковых парадоксов вообще не бывает Теперь поговорим о морфе Транслюцент Это одна из моих самых любимых морф Эта морфа имеет ген полупрозрачной кожи и черных глаз Соответственно, само слово Транслюцент обозначает трансформацию света Потому что этот ген создает такое впечатление Что у агам прозрачные и очень нежные чешуйки Агама становится как будто бы стеклянной или фарфоровой Очень интересная морфа Очень интересный ген И последняя морфа это альбина Классические альбиносы у агам Это такие же альбиносы, как у любых других животных Это полное отсутствие цвета Соответственно, агамы будут розоватые и полупрозрачные с красными глазами Но, к сожалению, такие особи долго не живут И можно найти в интернете только малышей такой морфы Я даже не знаю, сколько их продолжительной жизни, если честно Нигде не задокументировано Из всего этого списка, состоящего из 13 морф Есть только одна кодоминантная Это лизербэк От двух лизербэков в потомстве появляются силкбэки А от лизербэка с нормалом Часть получается лизербэка И часть нормалов Соответственно, не бывает гет-лизербэка Потому что сам лизербэк Это и есть гетерозигота силкбэка Вот так вот все сложно Но одновременно и просто Потому что все, что я сейчас рассказала Это простой закон Менделя Ну и хочется сказать Про еще одну морфу Узора Это ген-генетик страйп Над ним сейчас ведется работа Он еще официально не включен в список морф Но скоро будет, я думаю Так как малышей с этой мутацией уже много в продаже Много кто с ними работает И пожалуйста, можно их заказать на хаме И привезти там из Польши, из Чехии и так далее И раз уж мы затронули тему страйпов То хотелось бы и рассказать пару слов Именно об узорах Бородатых агам Сейчас признано Два вида узора у агам Это тайгер И другие узоры Как и цветам, узорам дают имена Опираясь на сугубо личное мнение Но самый распространенный паттерн Узор Это тайгер Очень простой и красивый Он представляет из себя горизонтальные темные И светлые полосы на спине у агамы Ну, соответственно Это тигровый окрас Действительно похож на тигра И так называется Очень логично и просто Ну а другие узоры Это сугубо личное видение Каждого заводчика В отличие от вышеупомянутого даннера Например, который является морфой И в отличие от вышеупомянутого тайгера Который всеми признан И давно продается и размножается В некоторых названиях Могут встречаться длинный узор S-pattern Или unbroken lines Это все стандартные типы окраса Просто описание внешности заводчика Ну, родилась там агама с зигзагом Он пишет, это зигзаг или S-pattern Родилась агама с полосками Unbroken lines Все Ну, то есть Просто человек захотел подчеркнуть Какой-то признак Который ему понравился в выводке Подводя итоги Хочу сказать, что для меня Генетика бородатых агам Является одной из самых интересных Как раз таки Ввиду наличия морф, цветов и узоров Например Сочетание морф и лизербек И узора тайгер Я считаю очень удачным Потому что Вот эти маленькие чешуйки лизербека Очень выгодно подчеркивают узор тайгер Также мне нравятся морфа транслюцент И окрасы ред Получаются очень красивые Агамы яркие Одни из моих любимых В общем, я клоню к тому Что именно из-за наличия всех этих морф, узоров, окрасов У нас перед глазами Огромный, просто огромный простор для творчества Именно в плане генетики Мы можем создавать любые интересные фенотипы Ну, кто во что гораст Тут Кому что нравится Тот на эту тему работает Ну, это все, что я хотела сказать Именно в этом видео Попугай, пожалуйста, не мешай мне Подписывайтесь на наш канал Подписывайтесь на нашу группу Бородатые Агамы Посещайте наш форум Создавайте там дневнички И давайте будем вместе общаться Пока-пока!